Эдуард Малышев, временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа, совместно с заместителем председателя Общественной палаты Московской области Петром Ульяновым провели второй этап формирования нового состава Общественной палаты Раменского городского округа. Эдуард Владимирович во вступительном слове подчеркнул, сейчас важно выслушать каждого претендента. Какие у вас перспективы, что вы видите в Общественной палате, и, соответственно, с каждым познакомиться, принять определенный ряд решений и идти дальше. Петр Ульянов в своем обращении сделал акцент на том, что новый сформированный состав будет оказывать помощь для конструктивного развития Раменского городского округа. И вы, как руководитель, вместе с вашей командой, всегда будете прислушиваться к мнению институтов гражданского общества, которые всегда активно работают на благодатной Раменской земле. На заседании присутствовал Олег Стогов. Он отметил, что среди присутствующих есть люди, с которыми уже довелось работать. Наряду с ними есть и новые лица. Нам хотелось бы, чтобы вы в своих выступлениях затронули не только те перспективы, которые вы видите в развитии общественной жизни нашего округа, в Московской области и страны в целом, но и рассказали еще о тех результатах, достижениях и, самое главное, о тех трудностях, с которыми вы столкнулись, для того, чтобы мы вместе могли их попробовать решить. Состав Общественной палаты достаточно разнообразный. В него входят представители муниципальных учреждений, бизнеса, образование, врачи и просто активные граждане. Нам важно, чтобы этот орган был работающий, а у нас хорошо себя зашкандинавал в городском округе, наша общественная палата. И вместе с тем мы ожидаем, что новый состав, безусловно, будет активно включен в общественную повестку и будет поднимать волнующие для наших жителей вопросы. Заявки подали 60 кандидатов. Процедура обсуждения была максимально открытой, где каждый кандидат провел самопрезентацию. Мы очень плотно сотрудничаем с фондом «Милосердие». Это люди, попавшие в эту выгружение ситуацию. Помогаем им и с продуктами питания, с оборудованием одежды, помогаем им с организацией детских районов. Очень плотно работаем с фондом «Дети нашего города», который находится в городе Жуковске. Он помогает детям и неполучимых семей на все эти историальные места в районе. А в рамках общественной палаты я надеюсь, что мой новый статус поможет мне более активно заниматься со мной. Если я останусь в общей палате, необходимо продолжить эту работу, потому что эта работа требует серьезного внимания, как и со стороны наших репрессных объединений, так и со стороны миграционных потоков, которые идут. Эдуард Владимирович подчеркнул, открытая власть и взаимодействие между чиновниками и жителями всегда в приоритете. Главная задача – сделать жизнь людей комфортной. Основной исток, скажу так, взаимодействия людей, муниципальный, наши органы власти, и исполнительный орган власти, это, соответственно, Советом депутатов. Вот это самое важное. Вот эти, если мы четыре, скажем так, направления совместно возьмем, у нас все будет у всех хорошо. Юрий Ермаков сделал акцент на том, что в общественную организацию приходят люди с огромным желанием работать ради процветания родного края. Каждый из вас достоин места в общественной палате. Я знаю, каждый сколько сделал на своем месте, поэтому, честно говоря, очень рад вас еще видеть и уверен, что вы все пройдете в Совет и будем работать, как всегда, на благо Раменского городского округа. Елена Цыганова, Андрей Пластунов, Андрей Минкин, Раменское телевидение.